Особое мнение на 101FM Ну, здесь, конечно, слово «победа», наверное, будет в моем случае не очень местным Лишком громко? Да, потому что, ну, конечно, да, мы сохранили свой результат, даже при условии того, что явка была крайне низкая, у нас был крайне скромный финансовый ресурс В целом, да, уже много писали, КПРФ сделала на этих выборов ставку на молодежь, то есть понятно, что у нас было видно, что у нас шли коммунисты, комсомольцы Никаких там непонятных коммерческих кандидатов мы не ставили, поэтому делали ставку только вот на наш партийный актив Те, кто, собственно, в округах работали, проводили вот эти встречи Ну, здесь, с одной стороны, если брать там выборы в целом по области, в счетом даже губернаторских, понятно, что там позиция на уровне областном второй политической силы, она закреплена все равно за КПРФ, как ни крути И по стране эта позиция сохранилась, в городском парламенте, вот, к сожалению, этот финансовый ресурс, мне кажется, вот он, наверное, сыграл самую большую здесь роль Потому что мы так примерно посчитали, ну, это вот, пока в избиркоме есть данные на 22 августа, или что-то такое по финансам По партиям, если посмотреть, сколько у кого голос стоил, то есть, ну, у нас, получается, там, за один голос 36 рублей, ну, там, 37 примерно Стоил в смысле, сколько было на предвыборную кампанию Да, сколько потрачено на выборную кампанию и сколько это вылилось в итоге в голосах У КПРФ это 36, ну, там, 37 рублей за голос, там, а у всех остальных партий это 500, 400, там, ну, у комросов вообще 3,5 тысячи и в парламент не попали То есть, здесь видно, что финансовый ресурс КПРФ в десятки раз был скромнее И при этом, ну, вот, с учетом очень низкой явки и нежелания избирателя, который с чем-то не согласен, недоволен оппозиционного избирателя Вообще, в принципе, приходить на эти выборы То есть, они проголосовали традиционно ногами с фразой, да, и не будем в этом участвовать Ну, по крайней мере, я это вижу так, я понимаю, что есть некоторые, там, эксперты, которые пытаются это выдать за консолидацию вокруг власти Но, по-моему, когда люди консолидируются вокруг власти, они приходят и за нее, там, массово голосуют, а здесь Единая Россия была То есть, процент мог бы быть больше в этом случае А они привели, если вот посмотреть по голосам, практически голос за голос только же, сколько в 17-м году Тогда там было, по-моему, 33 тысячи с чем-то, и сейчас 33 тысячи с чем-то Справедливый РСЛДПР потеряли, там, в тысячах голосов, там, 4 тысячи, 3 тысячи У нас тоже есть небольшое снижение, там, 700 примерно Но это тоже получается, что те, кто традиционно всегда голосовал за КПРФ, они на этих выборах пришли То есть, костяк остался, это вы считаете? Да, ну, костяк у нашей партии, вот, что, получается, в Единой России мобилизованные бюджетники, они сохранились Ну, а вот люди, которые все это время там чем-то, может быть, возмущались и так далее Ну, вот они решили, что они в этом не участвуют Ну, соответственно, вот такая дума получилась Ну, по поводу объема финансов, тут уже, конечно, много оценок прозвучало В частности, гендиректор группы компании «Инмедиа» Роман Данилин высказывался по поводу этого следующим образом Да, хорошо, КПРФ направила в эту предвыборную кампанию очень много молодежи, что не может не подкупать, не радовать, потому что все-таки речь идет о будущем Да, нам здесь жить, вам молодым здесь жить Но вот с финансами, как он говорит, можно было бы, может быть, получше поработать, не знаю, с какими-то бизнес-структурами, с федеральным центром Ну, я так понимаю, что все равно попытки были, но почему-то не срослось Ну, скажем так, то есть все равно федеральный центр нам как ни крути, но помогал То есть несмотря на то, что ресурс скромный, да, он все-таки был Иначе у нас вообще бы никакой агитации не было, если бы ресурсов совсем не было Но это ведь мы учитываем голоса без одномандатников То есть одномандатники — это отдельный разговор, отдельно нужно считать А с бизнес-структурами, ну, вот здесь уже столько раз партия обжигалась На этих людях, которые все из себя, там, патриотичные, оппозиционные, бьют себя в грудь Как бы сначала высказывают, да, 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 а потом пац и перебываются Вот мы сейчас видим, как там в ЗАГС собрания некоторые фракции раскалываются И еще совсем непонятно, как будут фракции в городской думе себя вести у разных партий В зависимости, ну, исходя из того, что сложно их называть там активистами той или иной партии Поэтому еще посмотрим, как этот финансовый ресурс, который помог на выборах Потом в дальнейшем поможет жителям отстаивать свои права в этой думе Фракция КПРФ, напомню, будет состоять из двух депутатов Это вы и Анастасия Воробьева Соответственно, шестой созыв городской думы, партия КПРФ тоже была представлена двумя депутатами Тут ничего не изменилось О руководителе фракции еще речи не шло? Нет, у нас уже прошло заседание фракции Мы, собственно, первыми сдали все документы в городскую думу руководителям фракции По решению и бюро горкома, и обкома, и на самой фракции, собственно, утвердили мою кандидатуру Вот, поэтому работа уже началась То есть мы с первого же дня, как только все эти пошли процессы, включились в работу активно Как, Михаил, оцениваете, это личный рост, новая ступенька в своей биографии, новый уровень работы То, что вы депутат теперь городского парламента седьмого созыва Как личный вызов воспринимаете? Вот ко всем должностям я всегда относился как к новой ответственности То есть потому что из 57 кандидатов, которые стоят в списке Партия доверила именно мне и Анастасии представлять интересы людей, которые за нашу партию голосовали Поэтому, соответственно, это очень большая ответственность Это тысячи избирателей, которые проголосовали за партию И, соответственно, этого доверия нужно оправдать Учитывая, что у нас всего двое из 36 человек Ну, задача непростая, задача сложная И была непростая, и остается И остается такой же сложный и непростой Поэтому здесь нужно будет выложиться на все тысячи процентов и отработать за всю нашу команду, которая, собственно, в выборы шла. Что будет с теми молодыми соратниками, которые тоже шли на эти выборы? Тот же Федор Калинин, который, ну, большую активность проявлял в городе. Да, очень активно. Нельзя было незаметно. Они останутся, они будут помогать. То есть вы также будете единой командой продолжать трудиться? Ну, собственно, мы здесь нет, кому не отворачиваемся. Мы всех, кто шел в нашей команде, мы всех дальше предложили им продолжать работу совместно. То есть есть институт сторонников партии, есть разные другие формы общественного объединения для того, чтобы эффективнее работать. Все-таки два депутата, 18 кругов территория города поделена, везде и всюду не успеть. А вот при поддержке активистов, наших товарищей, можно значительно больше территории охватывать какими-то своими вопросами, запросами и так далее. Поэтому нет, я думаю, что если, ну, да, в принципе, сейчас это видно, что все товарищи готовы участвовать дальше, готовы работать. Сейчас вот как раз ведется разговор о том, кто будет помощниками депутатов. Ну, их, конечно, в городдуме мало, на каждого депутата, по-моему, всего по 7 человек. Зак собрания значительно больше. Ну, тоже этот вопрос надо будет выносить на Думу, чтобы как-то это расширять. Потому что мне кажется, что ничего затратного для бюджета в выделении одного удостоверения для того, чтобы человек мог помогать городу, ну, не такие уже большие затраты для того, чтобы население участвовало в жизни города. Позиция по поводу представителей других оппозиционных, так называемых, партий, она уже известна, ясна в КПРФ. То есть, я имею в виду, будет ли какое-то взаимодействие, будете ли выступать единым фронтом или наоборот. Так или иначе, эти разговоры о том, чтобы оппозиционные силы могли бы как-то консолидироваться и выступать единой силой, они ведутся много лет. Вы как оцениваете? Ну, здесь будем исходить, скажем так, индивидуально из вопросов, которые ставятся в Думе, понятно, что у Единой России здесь сильно подавляющее большинство, и там два депутата одной фракции переломить ситуацию кардинально не могут. Только где-то объединяясь с оппозиционными партиями, можно те или иные задачи решать. Я думаю, что по каким-то ключимым вопросам эта консолидация, она вполне себе имеет право на жизнь. Вот, насчет того, какого-то там объединения, объединения, это большой вопрос. Все будет зависеть от того, какие позиции партии будут представлять в Думе. То есть, если эта позиция будет идти вразрез с позицией жителей города, ну, тогда, конечно, мы эти позиции поддерживать не будем. Здесь все индивидуально, несмотря на то, что будет предлагать, как себя вести, на самом деле, либо доставить позиции горожан или просто крупного бизнеса, например. Вот в этом будет вопрос. Какие основные моменты были услышаны в ходе предвыборной кампании, я имею в виду работу с избирателями, на что обращали кировчане в первую очередь внимание, какие проблемы были затронуты и, соответственно, какие темы сейчас в городской Думе вы собираетесь особенным образом поддерживать, курировать? Ну, собственно говоря, на всех выборах примерно одни и те же темы поднимаются жителями, это и благоустройство, и вопросы, которые, конечно, городская Дума решить не может, которые относятся к областной власти или к федеральной. Но здесь, в общем-то, каждое обращение, каждое пожелание, оно все равно будет отрабатываться. То есть вот у Анастасии наиболее там активно может быть компания в округе с точки зрения взаимодействия собирателя Мишела. Она очень много встреч провела, и у нее там... Напомните, его округ... У нее седьмой. Седьмой, да. Да, у нее там десятки просто этих обращений от жителей. И уже сейчас... То есть она, в общем-то, собственно говоря, и в выборной компании, там, спасибо Алексею Владимировичу Ватинцу, что он отзывался, и по каждому обращению там решение принималось. Но сейчас это все продолжается, поэтому здесь много вопросов и там по ППМИ, по этим, по благоустройству. Вот эти средства, которые для наказов к каждому, там, каждый депутат должен будет направлять, по этим моментам были вопросы. Были вопросы, которые, конечно, к ведению Думы не относятся, там, со здравоохранением, еще с чем-то, но... Ну, напрямую, да. Да, но, собственно говоря, Дума может, видите, выходить с... там, в вышестоящую, то есть в областную, в областную ЗАГС-собрания выходить с инициативами, с предложениями, обращениями. Поэтому эти все моменты будут отрабатываться. А вот интересный момент вы, Михаил, затронули, да? Проблемы, сказали вы, по большому счету, не меняются из года в год одни и те же. А как же? Люди, идя на выборы в городской парламент, обещают проблему решать, да? И, по идее, их с течением времени должно меньше становиться, да? Отваливаться какие-то блоки проблемные должны, но ничего не меняется. Опять с теми же лозунгами, с теми же призывами, с теми же обещаниями кандидаты и идут у нас. Как такое возможно? К большому сожалению, большая часть проблем системная, но и самое-то главное, депутаты, которые представляют округа, они про них вспоминают только во время выборов. Раз в пять лет. У некоторых кандидатов, вот тут тоже Анастасии, там, в листовке выпускали, что вот, там, я большой молодец, буду работать, а всем остальным будет не до этого. Там, Анастасию, там, что-то и обвиняли в том, что, а, вот она, что на детском саду работает, ей будет не до этого, не до проблем горожан. Но, как выяснилось, этого кандидата за пять лет в округе не видали. Жители не знают, что он их депутатом был. Ну, собственно, он им и сейчас не стал. Вот. Поэтому здесь вопрос к тому, что есть там определенная противная дисциплина, да, какие-то там лавочки, скамеечки отдельные депутаты ставят, но это ведь не системный вопрос. То есть все эти системные проблемы, они не появляются в бюджете, они не появляются в стратегии развития ни города, ни области. Поэтому, если решать, ну, это еще Владимир Юрьевич сказал, если решать частные задачи, мы всегда будем на решении одной общей сталкиваться с ней. Поэтому, собственно говоря, вот в этом вся проблема. Когда мы с вами подводили итоги выборов 12 сентября, да, на телефоне брали ваши комментарии, вы говорили о том, что зафиксированы были нарушения, будете разбираться. Вот прошло уже сколько времени, две недели, почти что, есть какие-то результаты рассмотрений жалоб, где что конкретно вас не устроило? Результаты есть, но, к сожалению, вот это как с вами с пеньками, когда, оказывается, пеньков не было на голосование по Конституции. И вот сейчас примерно так же себя избирательные комиссии ведут. Ну, просто один из примеров. Есть вот эти сейф-пакеты, в которых хранятся бюллетени, ну, там, где участки, где без каибов. И есть определенный порядок их заклеивания. Вот если эту сигнальную ленту от нее отрывают, которая позволяет потом понять, что он вскрытый, то пакет легко открывается-закрывается. Наши наблюдатели, там, в том же Кирове-Чепецке, например, это показали. Но ни территориальная комиссия, ни область сберком... А в Кирове-Чепецке в этом году, простите, напомню, только за губернатором. Да, ну, там еще были до выбора по городской думе, ну, это так, по двум округам. И, собственно говоря, ну, вот ни территориальная комиссия, ни область сберком, они делают, что все хорошо. Ну, заклеены неправильно, да и ладно. Хотя в инструкции четко написано, отсутствие сигнала ленты приводит к полностью аннулированию всего мешка этого. Ну, для область сберкома это не проблема. Вот эти, это агитации, эти кубы, которые были понаставлены по всему городу во время двух дней голосования, никуда не делись. ТИК признал это нарушением. Но полиция сейчас без конца присылает нам ответы о том, что нарушением это не является. Они, оказывается, не ту статью применяют. Вот, ну, так вот, как-то изящно, вот, в разговоре с одним из сотрудников полиции, они сказали, вот, по этому закону, вот, по этой статье нет нарушения. Говорят, почему из этой статьи-то? ТИК вообще не на нее ссылается. Поэтому наша власть, конечно, научилась изящно выкручиваться из ситуации, мы это уже поняли. Но юристы наши продолжают отрабатывать. Мы все равно это, как бы, так не оставим, будем до последнего. Насколько это возможно, будем добиваться, чтобы по всем этим решениям принималось какие-то меры. Это одни из ключевых нарушений, на ваш взгляд, или были еще какие-то... По мелочи, видите, набирается... Может быть, более-более, по вашей оценке, серьезные, или так вот все. По мелочи набирается, к сожалению, много. То есть, если тут нет контроля ночью, непонятно, как это контролировалось. Камеры вроде тут особо в течение дня выборов не посмотреть. Вот это бюджетники, которые туда шли голосовать, и нужно было отчитаться. И Единая Россия может сколько угодно говорить, что это не было. Я могу просто из чата, в котором я сам состою, показать переписку где-то, где-то есть. Но это уже... К этому все так привыкли, что считается это нормальным. Хотя, ну, в законе написано, что никаких там этих быть не должно. Все равно это никуда не девается. Поэтому там так вот все по чуть-чуть, по чуть-чуть и набирается там. В некоторых регионах сейф, который неправильно заплобирован, то есть он ночью был вскрыт. Допустим, в том же Амутнинском районе. Вроде как печать ночью решили туда положить. Зачем ночью кому потребовалась печать в Амутнинском районе, вообще непонятно. То есть такое ощущение, что накрыло людей страхом неким, что печать может пропасть ночью. Да, решили ее перепрятать. Ну вот, и там тоже до сих пор все хорошо. То есть, ну, камеры посмотрели, точнее, то ли есть запись, то ли нет записи. И вопросов много, а когда так по мелочи есть недоверие, это в том числе влияет на то, почему люди не ходят. А какой смысл ходить и голосовать, когда у тебя в первый день, ну вот в некоторых регионах просто, то есть там так-то считается все вместе, в общей куче все бюллетени, а вот в некоторых регионах посчитали, ну, бывает такое, что там по незнанию, отдельно первый день, отдельно второй, потом вместе сложили. Ну, в первый день подавляющее большинство голосов это за партию власти, за кандидата от партии власти. А все остальное, весь результат, это за оппозиционную партию уже во второй день. Ну, собственно говоря, после вот таких результатов никто и не верит в эти выборы. Смысл тогда ходить, если затеяться. Хотя, конечно, если бы явка была процентов под 60, тут хоть заперекладывайся. А вот при каких условиях она могла бы процентов за 60 быть? Все-таки пока имеем то, что имеем, 24 с небольшим совсем процентом. Ну, здесь понятно, что это ведь в целом, опять вот, системный вопрос. Надо изменять саму выборную законодательство. Нужно понимать, что если есть какое-то нарушение, наказаемое, тут обязательно будет, оно неменимо придет. И в том числе и делает саму выборную кампанию более честной, более справедливой. Когда партия власти запрещает всем, что оппозиционная партия нельзя автобусы обклеивать свои рекламы, размещать на них, а потом сама ее размещает. И звонил я там к организациям, которые этим занимаются, и говорят, как вы нас, вот нас не разместили, вам запретили, а их разместили. Они говорят, а нас никто не спрашивал. Они просто пришли и повесили свои там эти наклейки о выводе, как тут. И идите, в общем, гугуляйте. Поэтому вот эти такие нечестные схемы, мелкие, пакостные, но они, конечно, не красят, не красят выборную систему и отбивают желание участвовать в этом процессе. То есть, что касается людей, которые не ходили голосовать среди ваших близких, знакомых, дальних знакомых, есть такие люди, которые принципиально не пошли, и все на избирательные участки. И чем они это мотивировали? Нет, у меня вот в моем окружении большинство участвовало. Сознательно, все-таки. Да, те, кто не участвовали, это были что-то из-за зрения далеко неудобно, не пойду некогда, сад. Такие тоже есть, такие тоже были. И, конечно, я слышал эту традиционную вещь, не за кого голосовать или нет смысла голосовать. Хотя вот тема не за кого голосовать, у вас бюллетень пустой, что ли, выдает? Вроде бы не пустой, там еще какие-то фамилии есть. Почитайте про всех. Поэтому здесь, ну вот, пока в моем окружении, ну, у меня специфичное окружение. У людей политически активных. У партийцев, да, окружение своеобразное, так скажем. Поэтому ходили, ходили, участвовали. Угу. Просто среди моих знакомых, как много тех, кто и не пошел голосовать, но как и, в общем-то, достаточно людей, которые прям вот нашли, нашли эти полчаса и специально из сада, из огорода вернулись и побежали голосовать. У нас тоже там... И вообще такое ощущение было, что как-то вот, ну, возможно, больше будет явка в этот раз. Но вот оказалось, что... Ну, у нас тоже пришла одна женщина, буквально недавно уже в возрасте, коммунистка, сказала, что у нее впервые в жизни соседи в этот раз сходили на... То есть никогда за последние десятки лет они не ходили, а тут впервые сходили. Она была уверена, что все будет иначе. Но вот, похоже, ее соседи сходили. А какая-то часть какого-то дома, ну, вот там, где я голосую на участке, у меня на всей странице, там только я и мои родители были. Больше никого. В городском парламенте, как известно, есть постоянные комиссии, где там разные, да, сферы жизни наши затрагиваются. Вы уже пристреливаетесь к каким-то конкретным тематикам? Чем бы вам хотелось заниматься, куда попасть? Да, мы уже, собственно, распределились. То есть я выбрал себе... Ну, мы с Анастасией определились, что там мои вопросы будут бюджет имущества, вот эти две комиссии ее, вопросы социальная сфера, ну, и там регламент, вот эти внутренние вопросы. Нас, конечно, то есть двое, так на данный момент можно выбирать только по две комиссии. Их там сейчас будет семь штук планируется. Поэтому, в общем, все заходить пока не получается, но если, может быть, будет расширенная возможность, то есть мы, конечно, еще по одной там наберем, чтобы больше спектра. Может быть, вам хотелось бы возглавить вообще какую-то комиссию? Вам, Анастасии? Ну, здесь будем смотреть... Это же как потом коллегиально же, потом депутатами это решается, да? То есть кандидатурой выносятся на главы комиссии? Все там товарищами депутатами. Ну, будем смотреть по ситуации. То есть такие мысли есть. Как будет ситуация складываться? Смотреть, какой состав, кто будет предлагаться. То есть мы тоже понимаем, что выдвижение ради выдвижения, особенно выдвижение на представителя комиссии, оно даже информационно никак здесь не сыграет. Поэтому заниматься вот этим популизмом абсолютно нет никакого желания. Я напомню слушателям о том, что впервые городской парламент седьмого созыва соберется 28 сентября, то есть уже в эту среду, послезавтра. Вопросы будут организационные там решаться, в том числе вопрос по главе города. Прямо вот на первом заседании надо будет выбирать. Ну, пока интрига, надо сказать, каких-то, ну, по крайней мере, для меня. Скорее всего. Да, но есть, да, и точка зрения о том, что Елена Васильевна Ковалева может продолжить работу, партия большинства ее поддержит. Есть, возможно, какие-то другие кандидатуры. Ну, вот, давайте напрямую спрошу, если будет снова выставляться кандидатура Ковалева. Вы поддержите? КПРФ поддержит? Ну, у нас, так как еще не было обсуждения бюро, то есть мы все решения все равно у нас проходятся с партией вместе, но я полагаю, выскажу свою позицию, что я думаю, что не поддержим. Не поддержите. За пять лет, мне кажется, что есть много причин, почему Елена Васильевна поддерживать здесь нельзя. Почему? Ну, одна из главных, это кадровые провалы. То есть глава администрации напрямую посудила, ей как работодателю подчиняются. И даже когда депутаты предлагали уволить Осипова, это на Думе прям выносилось, она была одна из тех, кто очень активно противодействовал этому вопросу, а в итоге Осипов все равно был уволен. То есть вот эта попытка постоянного какого-то... Ну, официально он по собственному желанию покинул этот пост. Но после разговора. Да. Но, по сути дела, повод-то был, и даже было рассмотрение Думы, и даже там был целый разбор полетов. Почему? Почему он там... Какие ошибки были? Но даже после этого не было применены там меры нормальные к этому главе. Поэтому, мне кажется, это одно из важных. Эти два... То есть с Шульгиным та же самая ситуация. Вот. А в целом, мне кажется, что Елена Васильевна не проявила себя как именно как глава. Может быть, как председательствующий на заседаниях Думы, возможно, я, к сожалению, не имел возможности постоянно наблюдать за этим, но как глава, я лично, вот как житель города, ее не видел. Михаил, тут спросите, наверное, любого здравомыслящего кировчанина. Он, во-первых, очень... Он, наверное, не сможет разобраться, а что такое глава города, кто это? Либо председательствующий, то есть первый среди депутатов, либо действительно у него такие функции, что вот он должен накрывать собой всю хозяйственную деятельность городскую. Мы разобраться изначально не можем. К сожалению, да. Но это вот возвращаясь... При этом двоевластие, так называемые. Возвращаясь к вопросу о том, что глава города должен быть выбранным лицом. То, что, ну, действительно, вот тут депутаты из своего состава, на кого большинство там пальцем тыкнет, собственно говоря, тот и глава. Ну, вот на данный момент... Кстати, в стенах, думаю, пока... Ну, по крайней мере, может быть, конечно, это как-то нас стороной обходят, нашу фракцию, но никакой информации, а кто бы, а что бы, тоже нигде нет, тоже как-то вот это общая тема с тем, что могут предлагать Ковалеву. Но здесь мы, конечно, не поддержим. А кандидатура от вас или от КПРФ лично, возможно? Так как у нас всего два депутата, и фракция у нас достаточно... Выбор небольшой. Достаточно молодая, то есть, там, мне 26 пока, Анастасии 25. Мы в этом плане, то есть, посоветовавшись с товарищами там по бюро, решили, что мы сконцентрируемся на предложении одного из нас, на должность заместителя главы. А вот если бы, все-таки, вот система прямых выборов мэра была, понятно, у нас в нашей команде и тех, кто шел на выборы в депутаты, у нас есть там товарищи, которые с этой должностью прекрасно бы справились, и кого мы предлагали бы на эту роль. Но сегодня мы исходим из того, что у нас на сегодняшний день есть. То есть, опять же, выдвигаться на должность главы ради выдвижения на должность головы, ну, какой смысл? А в случае с заместителем это уже выглядит как-то более реалистично, не выглядит как... Ну, понятно, что все-таки тут могут быть вопросы про опыт и про все остальное. Нет, мы считаем, что вот в нашем составе вполне себе готовы справиться и взять на себя эту обязанность. Депутаты от КПРФ, Гордумы шестого созыва, Алексей Вотинцев и... Овечкин. Да, они будут продолжать вас поддерживать, консультировать, не знаю, взаимодействие, делиться опытом. Алексей Владимирович Ходинцев, он, собственно говоря, вот практически как только закончились выборы с первого же дня, когда стало примерно понятно, сколько мандатов есть, и когда уже обсуждалось, кто будет во фракции, он активно подключается к работе. А, собственно говоря, старший товарищ, там тоже Сергей Павлинович по ЗАГС-собранию, и там Марина Срединцева, которая неоднократно была, депутатом, Виктор Николаевич Женихов. Ну, то есть весь состав, они все активно помогают, никто никогда не отказывается. Ну, в этом, собственно говоря, и сильна партия, что у нас это постоянно действующая организация. Мы постоянно функционируем, постоянно какие-то мероприятия, собрания и так далее, и так далее, и эти товарищи постоянно приходят, и какие-то вопросы мы решаем. Понятно, что здесь это новая МПЛА, это там не молодежные парламенты, не другие там конструктивные органы, поэтому есть некоторые нюансы, с которыми там надо будет разобраться в ближайшее время. Нет, помогают, активно помогают. Ой, а, кстати, тему эту с молодежным, ну, вот у нас на уровне области, да, молодежный парламент фигурирует такое понятие, а на уровне города, может быть, есть планы? Ну, почему бы нет, я знаю, что... Какой-то младший состав городской думы такой создать. Я знаю, что у предыдущего состава молодежного парламента как раз при заксобрании, который был, такая, одна из идей была про создание молодежных этих советов при муниципальных органах власти. Поэтому, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Может быть, с этого что-то бы и получилось. Более-менее полезно и адекватно. Мы сейчас будем делать небольшую рекламную паузу. Я напоминаю, что это особое мнение Михаила Кремлёва, депутата Кировской городской думы седьмого созыва. Впервые седьмой созыв у нас соберется 28 сентября. И первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Через минуту мы продолжим. Особое мнение на 101-FM. Продолжается наше общение с Михаилом Кремлёвым, первым секретарем Кировского горкома КПРФ, депутатом Кировской городской думы седьмого созыва. Ну и не за горами. Михаил, видимо, решение вопроса с полноценным главой администрации нашего города. Я имею в виду избавление от приставки ИО. С 10 августа эту должность занимает Вячеслав Семаков. И совмещает он ее до сих пор с должностью начальника терпоравления Первомайского района. Там по процедуре снова должен быть конкурс. По конкурс должен будет объявляться. Конкурсная комиссия должна будет назначаться. Представители гордумы, области. Да, да. В общем, все это заново. Все будет снова, да. Мы общались, да, тогда, когда получил эту должность. Вячеслав Николаевич стал исполняющим обязанности главы администрации. Он тогда говорил о том, что не против выдвигать свою кандидатуру на этот конкурс. Вот как вы видите себе этот процесс? Эти недели последние, которые отработал Вячеслав Николаевич Семаков, как вы оцениваете его как хозяйственника, как человека, погруженного в эти городские дела, насколько грамотно он действует? И если бы он выдвигал свою кандидатуру на эту должность, поддержал ли КПРФ его? Ну, собственно говоря, у нас наша партийная организация в Пермаревском районе с ним взаимодействовала в бытность, когда он был просто руководителем территориального управления. И в целом отзывы достаточно положительные, потому что он на многие вопросы реагирует, реагирует абсолютно здраво, абсолютно конструктивно и не отминывается от того, что это та партия, другая партия. То есть, человек, который действительно в большей степени опирается на интересы жителей города. Когда его назначали исполняющим обязанности, у нас как раз Алексей выступал и тоже сказал, что партия на тот момент времени готова поддержать, кредит доверия ему этот обозначить. Ну, конечно, когда конкурс будет объявлен, мы будем смотреть уже такие ситуации, кто выдвинется, и здесь еще посмотрим, как по остальным хозяйственным вопросом будет в городе. То есть, на данный момент какие-то подвижки есть, то есть, видно, что какие-то моменты, какие-то не очень адекватные идеи отметаются, какие-то вещи решаются, но прошло не очень еще пока много. Вы вспомните, ну, по крайней мере, для меня одно из самых ярких событий, это земляные работы на Преображенской, на которые изначально хотели отвезти порядка месяца, они завершились за четыре дня. Не то, как это освещал Симаков у себя в Телеграм-канале, но это было нечто, согласитесь. Могут ведь. Могут, если, они все могут, если очень сильно захотят. Поэтому здесь, то есть, на данный момент вопросов к главе у нас нет, то есть, ну, мы лично, то есть, я и Анастасия, новые избранные депутаты с ним еще не взаимодействовали, еще в работе не видели, поэтому здесь мы опираемся на, там, точку зрения наших старших товарищей, кто его в работе видел. Ну, а там, исходя уже, когда будет объявлен конкурс, когда будут выдвинуты кандидатуры, там мы будем смотреть на то, что и как оно будет происходить. Альтернатива, на ваш взгляд, есть? Симакову. Не, ну, альтернатива, наверное, всегда есть. Да, я здесь считаю, что все-таки в полумиллионном городе наверняка есть еще опытные люди. Вопрос в том, будут ли они участвовать в конкурсе, захотят ли они в этом принимать части, как это все будет происходить. Потому что все прекрасно понимают, что если конкурс заточен под одного человека, там, ну, у меня у самого есть небольшой опыт участия в подобных мероприятиях, когда видно сразу, под кого все это сделано, там можно быть самым гениальным с кучей заслуг, но черед конкурс не пройти. Ну, какая процедура есть, такая есть. Собственно говоря, здесь никуда не денешься. Поэтому, ну, из тех вариантов, которые участвовали в прошлые разы, наверное, да, это одна из самых достойных кандидатур. 4-5 минут у нас примерно остается. Давайте парочку таких городских острых, злободневных тем затронем. Ну, вот, в частности, начало отопительного сезона, да, возобновление горячего водоснабжения. Все мы прекрасно помним эти слова, сказанные уже полноценным губернатором Кировской области, сейчас уже полноценным, да, Александром Соколовым по поводу горячего водоснабжения. Он сказал, что меня так стыдно никогда не было, что мы, из-за того, что мы не сдержали обещание подать 15 сентября горячую воду и в следующем году у нас все работы должны быть завершены к первому сентября. Ну, это прям фантастика. Я не припомню, честно говоря, чтобы у нас с наступлением календарной осени все проблемы с горячим водоснабжением решались. Популизм, на ваш взгляд, или все-таки добьются? Ну, хотелось бы надеяться, что это не просто красивые слова, действительно, какие-то меры будут приняты к тому, чтобы это исправлялось. Потому что, как показывает практика по муниципалитетам, условно, с нашими соседями, опять же, Кирович Песк четыре раза оставался без холодной воды за прошлый год, потому что были проблемы с водоканалом. Но никто в Думе не смог найти протокол, на котором прописывались меры, что нужно сделать, для того, чтобы это не происходило. Когда наш депутат поднял вопрос, а что сделано, в Думе не смогли найти, а что нужно было вообще сделать, для того, чтобы это исправилось. Это просто к слову эффективности наших управленцев. Поэтому, если вот не по такому пути все-таки пойдут, а действительно, когда за словом будет дальше идти дело, ну, тогда все у них шансы на это есть. Ну, много раз слышали, вот, пример там, про четыре дня, собственно говоря, много раз слышал о том, что, когда выдается разрешение на ведение работ, все работы можно сделать там за кратчайшие пару дней. Но дается возможность там неделями это тянуть и поэтому, в общем-то, те, кто ведут работу, они эти, а куда торопиться, собственно, дано кучу времени, можно спокойно расстреливать до бесконечности. Время уйма еще. Да, ну, понятно, что жители от этого, то есть, я сам живу там на потребкооперации в этих новостройках, у нас вот тоже в этом году, когда было бесконечное какие-то отключение воды с какими-то ремонтными работами, весь дом возмущался, думал, дом новый, что вы тут все ремонтируете бесконечно? Вроде уже сколько раз можно проводили, а тут неделя без воды, опять без воды и снова без воды. Поэтому, конечно, у жителей вопросов много, что этот процесс как-то не системно, а точечно. Вот тут что-то поковырялись, там поковырялись, здесь поковырялись. Хотелось бы, чтобы это так более как-то планомерно производилось. Ну, и традиционно КПРФ так держит руку на пульсе, что называется, и очень подробно следит за темой общественного транспорта. Да. И у нас снова тут назаревается непонятно, непонятно что, хотя администрация нас успокаивает, что все будет предусмотрено и действительно пересаживаться можно будет бесплатно. Я имею в виду транспортную доступность в отношении западного направления областного центра, так называемый Старомосковский тракт. С 1 января у нас 23-го года реформа намечается, эти автобусы будут следовать до мечты, а не до автовокзала. И я так понимаю, у КПРФ есть определенная тревога по поводу того, действительно будет ли работать эта новая система. Да, есть. Буквально пару минут у нас. У нас команда выезжала туда под населенным пунктом, общались с жителями, жители, конечно, возмущены, потому что, к сожалению, зачастую там, то, что обещается, остается на словах и не реализуется в дальнейшем. Поэтому здесь ведь надо в целом транспортную систему пересматривать. Уже много раз говорили о том, что у нас она выстроена неэффективно, кучу раз тратили деньги на какие-то новые там изменения, но они не внедрялись. И здесь у жителей много вопросов, насколько это будет реализовано, насколько это будет более эффективным. Немножко другое направление, там 90-й маршрут, там 12-й. Это чистые пруды. Да, они ходят с забитыми, автобусы просто там до потолка сесть в них невозможно. Но у меня есть подписанная администрация ответ, что все хорошо и у них по их данным ничего там не заполняется. Вот хоть раз бы они сели в автобус с утра и посмотрели бы, когда туда запихиваешься, вот тогда бы они, может быть, так и не размышляли. Я помню, администрация несколько раз с комиссией выезжала, прям замеряли пассажиры поток. Я готов с ними с утра, вот у нас, я сам езжу сейчас на общественном транспорте, я готов с ними с утра в 20-е 90-е, тут в ближайшие дни пригласить их и прокатиться с нами, как им это понравится. Вот, поэтому здесь у жителей опасений много, мы будем, конечно, контролировать этот вопрос, потому что у них, они не понимают, то есть для чего им вот это, может быть, и пересадка-то особо не нужна. Некоторым вполне себе там нужен был автобус вот по тому маршруту, по которому он ходил. И есть там опасения, потому что некоторые маршруты снимаются, но вроде бы обещали, что автобусы будут ходить чаще, но обещать не значит жениться, поэтому будем контролировать. Ну, у жителей вот этот вопрос информационный, составляющий, насколько с жителями вообще-то было согласовано, насколько это было им объяснено. Ну, тут провал, да, согласен. Тут прям... Там действительно волна идет, там возмущение очень большое. Но она, собственно говоря, и обоснованная. То есть если вы с жителями не общаетесь, вот вы получаете вот этот результат, когда вы принимаете решение, не посоветовавшись с ними. Там собрать народный сход сложностей никаких нет. Ну, вот видите, сколько работы, столько задач, да? Да. С успешного начала работы в городской думе седьмого созыва, да, хочу пожелать, Михаил Кремлев, депутат гордумы, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. На сегодня завершаем нашу беседу. До свидания. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM